Амурский завод В год он сможет перерабатывать 42 миллиарда кубометров газа. Перерабатывать – значит выделять разные полезные компоненты. Газ будет идти из Якутии и Иркутской области по новому газопроводу «Сила Сибири». А еще завод будет мировым лидером по производству гелия – целых 60 миллионов кубометров в год. Этого хватит, чтобы надуть 8,5 миллиардов воздушных шаров. А если серьезно, гелий очень важен для высоких технологий. Его используют в аппаратах МРТ, в двигателях космических ракет, для производства жидкокристаллических экранов и даже в этой невероятной машине. Кстати, знаете, сколько людей строит Амурский завод? Около 30 тысяч, потому что площадь стройки, только представьте, размером с 1000 футбольных полей. Из всех металлических конструкций можно сложить 23 эфелевы башни, а из трубопроводов можно проложить магистраль от Москвы до Австралии. И это еще не все. Видите самые высокие конструкции? Это установки для разделения газа. Сейчас их 4, а всего будет 6. Их делают специально для Амурского завода. И летом по воде доставляют на стройплощадку. Каждая установка почти 90 метров в высоту и весит больше 1000 тонн. Строители ставят их с помощью самых высоких в мире кранов. Но самое главное здесь – это забота о природе и истории региона. Экологи внимательно следят за благополучием растений вблизи будущего завода. В том числе за краснокнижными. Например, за дикорастущие лилии буша и ширококолокольчиком. Красивые, правда? И еще. На землях при Амурье серьезно поработали археологи и нашли целых 4 древних поселения. Одно из них времен неолита. Еще 3 принадлежат к эпохе раннего средневековья. Чтобы сохранить их, проектировщики изменили маршрут железной дороги к Амурскому заводу. Ведь главное в таком строительстве – сберечь все самое ценное для будущих поколений. Надеюсь, вам было интересно. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok